Россия гордится именами великих мужей. Одним из таких почитаемых на Руси героем стал князь Александр Ярославович Невский. Он олицетворение мужества и силы русского человека. А еще он был защитником нашего Отечества, святым воином и благоверным князем. Этот великий человек за всю свою жизнь сделал очень много для русской земли и нашего народа. Княжич Александр родился в благочестивой княжеской семье. Когда ему исполнилось всего 4 года, его посвятили войны, припоясали мечом и посадили на коня, а в руки дали лук со стрелами. С этого времени княжич обучался воинским наукам, а также письму, чтению, счету и постигал священное писание. Когда ему исполнилось 16 лет, Александр стал князем Великого Новгорода, одного из самых богатых и крупных городов Европы. Он княжил мудро и справедливо и заслужил всеобщую любовь и уважение. В то время было очень тяжелое для нашей стороны. Княжества вели кровавые междоусобные войны. Брат шел на брата. Русь была обессилена, а на наши земли надвигались две большие опасности. С запада войной шли крестоносцы, а с востока шло нашествие Золотой Орды. Но не дошли до Новгорода татаро-монгольская Орда, а вот со шведами пришлось вступить в бой. Перед битвой молодой, но мудрый князь Александр собрал войско, а сам долго молился в храме, прося Господа дать ему силы победить врагов. Получив благословение архиепископа, вышел князь Александр к своей дружине и сказал «Нас немного, а враг силен, но не в силе Бог, а в правде. Не будем бояться врага, ибо с нами Бог». Так за правду, за Русь, за Бога и выдвинулись войска Александра Невского на врага. В распоряжении князя была небольшая дружина и отряд новгородских воинов. Силы были неравны. Помочь могла лишь внезапная атака. Так и напали русские воины на шведов внезапно и стремительно. В течение дня враг был разбит. Не помогли шведам ни магические заклинания, ни военный опыт, ни хорошая экипировка армии. В этом бою погибло много шведов, а русские потеряли всего 20 человек. Новгородцы говорили, что вместе с ними плечом к плечу сражались ангелы Божии и помогали побивать иноверцев. За победу на реке Нева народ прозвал князя Александра Невским. А еще через два года русская дружина во главе с князем Александром Невским разгромила немцев в знаменитом ледовом побоище. Эти две битвы стали наиболее яркими событиями периода правления благоверного князя Александра. По мнению историков, князь был непобедимым воином. До новых встреч, друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где над Невой взметнулись волны, сошли на русский берег шведы. В сердцах гордыней папской полных над Русью чаяли они победы. Но встал князь Александр, копьем пчелу ударил шведам. Не в силе Бог сказала в правде. Лишь правым Бог дает победу. ПЕСНЯ Святая Русь Святая Русь соблазн для вора, Но в крестоносце у порога На Львучуском девтонцев свора, Но Русь святая молит Бога. Вновь встал князь Александр, А смелому и лед в подмогу. Не в силе Бог сказала в правде. Лишь правые угодны Богу. Святой княже Александре, Молись за Русь перед Богом. Спасай, княже Александре, Спеши к нам на подмогу. Э-э-эй! С Востока Орды С Востока Орды налетели, Как саранча затмили солнце. Под льгом годы, как метели, Но Русь святою остается. Вновь встал князь Александр, За Русь главу склонил пред ханом. Не в силе Бог сказала в правде, А правому Господь охрана. Служить Руси до самой смерти, Стоять за Русь во славу Богу. Так стоит жить вы мне, поверьте. Так стоит жить, друзья, ей к Богу. Так жил князь Александр, И стал монахом перед смертью. Не в силе Бог сказала в правде, Лишь в правде Бог живой, поверьте. Святой княже Александре, Молись за Русь перед Богом. Спасай, княже Александре, Спеши к нам на подмогу. И ныне так же, как когда-то, На нас ползут все те же силы. Ведь Русь обширна и богата, Спаси нас, Господи, помилуй. Вновь встань, князь Александр, И собери всех нас под знамя. Не в силе Бог скажи о правде, Бог в правде, Стало быть, он с нами. Святой княже Александре, Молись за Русь перед Богом. Вставай, княже Александре, Приди к нам на подмогу. Эй-эй! 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 Встречая Отечество, Александр Невский не проиграл ни одного сражения. Мудрой тактикой военных действий нагонял такой ужас на врагов, что те долго не могли опомниться. Кроме того, что он был гениальным полководцем, князь Александр был и мудрым дипломатом. Он очень тонко строил отношения с Востоком, откуда была еще большая угроза, чем с Запада. Ведь армия Золотой Орды была самая сильная и непобедимая. Отношения с Золотой Ордой строились по принципу дипломатии. У русского войска не было возможности воевать с монголами и приходилось идти на уступки. Князь Александр несколько раз ездил в Орду, где проводил очень много дней своей жизни в переговорах с ханом. Во время этих поездок князь заключал договора с ханом и выплачивал огромную дань Золотой Орде. Но благодаря этому Александру удалось сохранить Русь и русский народ, выиграть время и набраться сил. Особо стоит отметить, что благодаря этим поездкам светлое слово Евангелие было рассказано народам по Волжье, а в столице Золотой Орды была учреждена древняя сарайская епархия русской православной церкви. Православное влияние в Орде, где было множество русских пленников, усиливалось. Многие монголы принимали православную веру. Среди них оказался даже племянник Золотордынского хана Берке. Существование православной церкви в Золотой Орде значительно облегчило участь тысяч русских невольников. Обеспечивалась духовная связь с Отечеством. Часто русские князья находили в сарае поддержку от людей, исповедовавших православие. Особенно важна была такая поддержка в трудные для Руси дни. Таким образом, князь Александр был еще и проповедником, который способствовал распространению на земле Слова Божия. Во время возвращения из своей последней поездки из Золотой Орды князь Александр тяжело заболел и, возможно, был отравлен. Перед самой смертью князь Александр принял монашество. После смерти церковь причислила великого князя Александра Невского к лику святых. Слава о нем, его родных подвигах и благих делах осталась в народе навечно. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена. Святой благоверный князь Александр, моли Бога о земле нашей русской, защити ее от врагов и помоги всем нам. Александр Княже Александре княже Братенник Божиих сил Братенник Бới о ней чует вражье племя дух богатырей ворогов ватага ломится извне и твоя отвага бьет их на небе справишься с ордою мудростью своей будет русь святою до последних дней будет русь святою до последних дней честь твою и славу храмы нарекли помнить нам по праву подвиги твои помнить нам по праву подвиги твои александре княже братник божьих сил быть тебе на страже матушке руси быть тебе на страже матушке руси александре княже александре княже александре княже александре княже отмечать Продолжение следует...